Сейчас настолько модно говорить о похудении, что порой кажется сама тема уже стала национальной болезнью. Но сегодня мы пытаемся разобраться, почему популярные диеты не помогают худеть и как оставаться в форме без особого труда. Говорим с психологом по коррекции веса Зоей Богдановой. Зоя, здравствуйте. Здравствуйте. Вы автор книги, которая называется очень громко читай и худей. И самое любопытное, что вы, пока писали эту книгу, сама потеряли 31 килограмм. Да, это правда. Вы только читали и писали, больше не кушали ничего все это время? Нет, я все кушаю, я прям все кушаю. Книгу я написала немножко попозже, то есть я уже похудела, а потом написала книгу. Ну вот ваш основной постулат, что и пить, и есть можно все. Это же, по-моему, мечта. Как? В чем секрет? Секрет очень простой. Я ввела такое понятие, как активированная и неактивированная пища. Чтобы люди не очень заморачивались там с какими-то таблицами, диетами, рецептами. Вот есть активированная и неактивированная. Что такое активированная пища? Очень просто. То, что росло на дереве, под деревом, ходило по земле, росло под солнцем, плавало под водой и росло под землей. Это все пища, активированная желудком. А все, что на дереве не росло, например, зефир в шоколаде или сахар, который мы кушаем, это пища, неактивированная желудком. То есть от нее нужно совсем отказаться или как? Ну, я рекомендую где-то 10 на 90. 10% неактивированной пищи, 90% активированной пищи. То есть все-таки немного можно, если очень хочется. Но я знаю, и я думаю, что вы знаете, и те, кто смотрят, знают, что очень много людей, которые, в принципе, могут себе позволить много кушать неактивированной пищи. У них справляется организм, справляется иммунитет, все это перерабатывается и переваривается. Но в основной массе у людей, конечно же, все это не переваривается и не перерабатывается. Все это идет в запас. Вы, как психолог, собственно, вы говорите об этом в своей замечательной книге, что в основе и во всей лежат психологические проблемы. Если в основе, к примеру, лежит одиночество, как человека заставить вечером, не знаю, не заесть это одиночество мороженым или пельменем? Как исправить причину? Ну, существует масса способов, как можно исправить причину. Одиночество, конечно, проще всего кормить через рот. Можно кормить свое одиночество и наслаждаться чем-то другим, радостью и удовольствием. Можно попробовать, как я называю, принцип суррогатов. Когда мы это одиночество заменяем чем-то другим. То есть мы не кормим себя удовольствием и радостью через рот, а кормим через жизнь. Например? Да, например. Мы начинаем общаться хотя бы в интернете с людьми. Когда мы начинаем находить в себе какие-то занятия. Ну, например, сериалы. Почему нет? Это будет лучше, чем кушать все подряд. Так обычно совмещают люди. Жуем и смотрим. Еда отдельно. Еда, чтобы кормить здоровые клетки и тело. А радость жизни отдельно. То есть если человек это начинает осознавать, очень у многих происходит вот это открытие, что можно радоваться жизни, оказывается, через рот. Вы говорите о том, что питаться нужно каждые полтора часа, то есть постоянно. Но есть ведь мнение, масса точек зрения. И вот одна из них, что как раз часто питаться это еще и вредно. Вот ваше мнение здесь. Почему нужно часто? Знаете, очень много всяких точек зрения. И существует просто тысячи экспертов. Я считаю, что самый главный эксперт это сам человек. Если он начинает питаться каждые полтора часа, и ему от этого плохо, или он начинает толстеть, то однозначно ему надо что-то менять в своей жизни. Я ввела такое понятие, как индикатор голода. Что это значит? Значит, что человек съедает каждые полтора часа маленький кусочек пищи, размером с миндальный орех. 2 грамма, 2 килокалории. Для чего? У многих людей организм запасается, потому что очень редко кушают. И организм начинает запасаться. И вот этот маленький кусочек пищи позволяет организму не запасаться. Человек как бы говорит, смотри, я тебя кормлю, запасаться не надо. И очень быстро из запаса все уходит тогда. Вот и все. Есть ли какие-то половые различия? Кто быстрее или медленнее худеет? Мужчины, женщины? Особенности возраста? Ну, особенности возраста как таковых нет. Бывают всякие заболевания, обмена веществ. Тут уже, конечно, надо с осторожностью. И ни в коем случае не отменять свое лечение. То есть если человек лечится и принимает лекарственные препараты, то все это можно совмещать. Половых особенностей как таковых нет. Нету просто то, что женщины, они более, скажем, гибки в этом смысле и более ищут больше вариантов, чтобы что-то делать. Мужчины, как бы, они немножко в этом смысле у привычки больше зацементированы. То есть меньше готовы к изменениям. Итак, если коротко подытожим. Основные правила здоровой легкой жизни? Основные правила здоровой легкой жизни. Первое, это делать все в удовольствии. Второе, это удовольствие испытывать не через рот, а через жизнь. И стараться всячески заменять свое удовольствие через рот удовольствием через жизнь. Ну и, конечно, я рекомендую вот все-таки слушать себя немножко, свое тело. Голодные, не голодные. Беречь свое тело просто потому, что тело одно на всю жизнь, и другого не будет. Благодарю вас за эту утреннюю беседу и за то, что вы своим примером показываете, как можно жить в удовольствии и в красоту. Спасибо. О том, как с легкостью обрести легкость и оставаться в форме, мы говорили сегодня с психологом Зоей Богдановой.